ну скажи что фессалоникийская штукатурка или фреска или брельеф что придумали хорошее название да и ты должен понимать что это могут смотреть отдельное видео поэтому те которые не увидели первые серии ты можешь там вкратце описать что это глина была что это известь была подходи ближе я подойду к этим высохшим листьям и расскажем 2 слова что здесь происходило красопета красопета и щита была задумка самая первая как-то декорировал это дело куча выступов разных было куча выступов было поштукатурили глиной на которую положим камин хорошая жирная глина формовочная карьерная вот сейчас видеосъемка идет олег показывает весне получился буквально я сказал бы идеальный натуральный травертин вот как природе так и у нас травертиновые колонны травертиновая арта портал вот этот полочка антигопатинированная выбеленный травертин заказчик заказчик захотел чтобы эти карнизы получилась такая история что-то мне захотелось попробовать погуляться с гипсом гипсовой лепниной вот это купил керамическую плитку с призами такими их сюда задействовал тоже из этой же серии салоника 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 кстати салоникистская ступатурка кстати интересно приз буквально называется салоника так что пессалоникистская ты скажешь что ты сделал она служила у тебя как форма да ты делал слепок ну да 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 с силиконовой формой и ну сейчас другого камина осталось ну сюда интересно там края немножко по обрезали тоже консоль вот интересно видно консольку поддержка этому камину консоль тоже гипсовая вот это вот это из гипсокартона сделал тоже грани из гипсокартона сделал тоже гипсокартон нарастил так обшили где не горячая поверхность там был выравнивали гипсокартона ну так быстрее просто а уже все таки ближе к огню к топке здесь все чисто глина да прогрунтованная понятно там с волокном микрофиброй да то есть сукатурка с микрофиброй была то есть фибра которая в бетон в бетон да 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 очень хорошо с ней работать и ты скажи какое количество там уже немного ее надо ну да я попробовал такую гарну жменью кинуть на ведро это очень 10 литровая то это очень буквально щепоточка чайная ложечка ну может больше конечно там пару столовых но не больше ну не больше да иначе там такая волосатая каша Олег попробовал тягать там травертин понял что дивана гудай решили опять пошлябать гленеля и там замастырить и вот это получилось тоже мрамор из мраморной венитаночки есть мраморная звездковая есть мраморная что-то ее называют акриловая но наверное более правильно называть ее мраморная сделали лекава под лекава под лекава под лекава под лекава сделали серый кстати немножечко задолтон нам близко вот я снял некоторые вариации вот три варианта живых и под лекава нанес получается ну в таком раз хаотично здесь в одном направлении сюда чуть-чуть ушло ну так как в природе естественно постарался вот образец такой белый кара караевский мрамор вот он такой мягкий легкий вот и сделали такие вставочки так что получилось как я его сделал вообще то есть получается сделали жилы потом я постепенно ну там миллиметра на три наверно точно там выступал а то есть это получается взял картонку с ящика там ну сами называют три-четыре миллиметра слой толщина этой картонушки и на большинку тогда немножечко лишнее снял загрузил все до веницанкой это ну может миллиметра два а потом брали 220-240 наждачка автомобильный вот листовая и от автомобильной наждачки вышкуривали вот это все вот эти жилки ну и оставляли вытягивали то что нам нужно можно было меньше там да ну можно патинировать у нас кстати интересно есть акриловый воск ну или такой я не знаю это настоящий натюрлик нет это натюрлик конечно это шкарарский или как он не натюрлик а ну да не зато это натюрлик потому что ты же видишь там уже натюрлик да интересно что воск один из третий один к пяти один к пяти вот получается одна часть воска и пять частей венецианки и вот делаем полупрограчную венецианку на крыльях ну вот вниз там не видно то что дальше может предстоит да и вот получается хорошая такая аккуратная венецианка потом поснимаем да вот можно подполировать ее и будет ну и венецианка мраморная акриловая венецианка венецианке видишь оно еще не словах про проживку венецианке да ну получается венецианке венецианке первый слой скрыл кварц грудь краской широковатой создал перетянул глиной создал различные такие я бы сказал бы соломку такую интересную, потом из-за того, что я бы, если бы не видообразно, так и делал бы. Потом бы не кидал бы, а сразу по соломке получилось бы интересная такая коча, коча не пиклась. И вот, надо было немножко как бы так вовнутрь фреску нашу загрузить, как будто бы брови. Резьба по мрамору, барбаринный и так далее. По травертиру, наверное, уже будет легкая. Травертиру реально в конце вырезать. Ну нет, почему? В резце, наверное, сидит. Получается, если мрамор делает, то и отталитин, это же тоже переходной между известняком и мрамором. И получается, по делу тоже там прорисовал, карандашиком прорисовал жилки. И листочки брал буквально из настоящего винограда. Некоторые даже... Делал шаблоны. Делал шаблоны, такие типа трафарей, прорисовал. Тлеили малярку. В малярке видно карандашик было, прорезали это и убирали, и потом заполняли глиной. Потом снимали малярку. Потом снимали малярку и получался красивый образ. Ну, как предыдущих видео, кстати, этого можно будет увидеть. А сегодня венецианкой, известковой венецианкой, мы ее мочалочкой накрыли. Ну, там еще надо будет высохнуть, чтобы поправить немножко. Вот, поправим немножечко. И... Ну, все это вот просто накрыли. Чтобы... А сам выровняли тогда от... Эффект легкости вот этого не знаю. А вообще... А вообще... Да, вообще не завязали, чтобы не убирал. Надо сделать, сказать... Ну, она огромная, так можно сказать. Ну, она и вягости сюда. Такой легкий, серый. Ну, конечно, вот эта патина из венецианки, это шедевр. Олег открыл вчера. Ну, пару дней назад, короче. Это буквально откровение. Потому что я никогда не... Может, не было... Кумекели, кумекели доставал. Нет, да что это так? Не жуя. Просто открыли в каких-то стандартных решениях. Ну, чаще всего. Там есть декоративное покрытие, там роско, все. А-ля красавица. Ну, и что мы еще... По... По... ...поглини, которая, да, там, на камине, что мы еще там... Пользовается акриловая краска, да, по свежему. Да, да. На полу пацакане. Вот. Можно было конечно венеться, но и Вася говорит, давай сделаем так. Давай так вот. Ну, по идее, можно было переверить. Да. Или что... Ну, решили, так сказать, остановиться на акриловую. Получается очень, очень слабо. Очень слабо. Очень слабо. Мне тоже подобное. Кстати, все-таки бегается вот с этой стороны. С тупой. Ага. Ну, это очень, очень неплохо. Да, и, кстати, интересный момент. Если хотите такую антику создать, выбелить, то... Темно-серый, белой краской попрыгали и раз! В светло-серый превратилась. Мочалочкой. Да, и кисточкой. Да. И мочалкой, да, ну, кисточкой. Еле-еле такая... Набрали немножечко, на кончик, буквально. И, такими чуть-чуть, чуть... По верхушечкам прогуляли. Вообще, бомба. Реально красиво. Ну что, будешь вращаться? Да. Так что, ну, такая история, да, по... к персалоникийскому каминному залу, в греческом зале, в греческом зале. Так что, звалом у вас Эльмариенто, да, или Антона. Всё вот так будет.